Друзья, всем большой-большой привет! Я снова на севере Красноярского края, город Икарка. И сейчас с друзьями мы сходим сначала к памятнику самолета, где мой друг расскажет все об этом самолете в своем репертуаре. А затем сходим уже на Енисея скупаться, потому что заканчивается лето, и времени хорошо провести свой досуг становится все меньше и меньше. В видео присутствовать будет нецезурная брань, никотин и алкоголь в том или ином виде, поэтому сразу прошу детей от экрана убрать. Приятного просмотра и подписывайся на меня, мой канал, прожимай лайки под моими видосами и обязательно оставляй свой самый сочный комментарий. Самолет сезла, на котором партизаны летали. Партизан доставляли, блядь. Но американский, американский самолет. Какие партизаны, да похуй у меня вообще. Меня батя-мать утащил просто со свадьбы. А на том самолете из Красноярска на север, ну не сюда, конечно, не в Игарку, а в Волочанку, туда за полярный круг, рядом с Диксоном. Ну и вот самолет, который... Самолет, который, блядь, просто, блядь, просто войну прошло, на котором генерал летали. На котором просто летали пассажиры на север. Это просто техника, которая, блядь... Немоверная техника, которой сейчас уже нет. Остающих этих самолетов, ну, я не знаю, наверное, блядь. Два еще летают, точно знаю. Ну, в Америке. А вот этот у нас, в России, последний. Этот последний самолет, Ли-2, который... И что-то, блядь... И даже в этой жмельнике, в Жуковском, блядь... Эти петухи, блядь... Не знают, что он здесь. Ребята, кто увидит этот самолет... Кто увидит этот самолет, просто... Поставьте, Петру, лайк. Да просто тема вот такая, что... Да, ребята, мы здесь, вот он самолет. Я не знаю, но вот... Я его трогаю, вот, руками, попа, по нему. Это все, обидно. Даже болты дюймовые, дюймовые болты. Все дюймовые, все американские. Это просто, ребята, вот такая вот тема, понимаете? Столько людей... Это история, это история нашей, нашей страны, нашей страны. Комолеты, которые куплены по ленд-визлу, по ленд-визлу. За золото, вот это все, она куплена за золото. Вот здесь, вот это... Если ее подбили, чтобы ленчик тоже был открыт. Паршютом выбросился. Очень мало ленчик, паршютами, виталиями и самолетов. Потому что, ну, невозможно там... Совершенно другой баланс. Без всяких GPS, без телефонов, бля... Просто люди летали по пачке беломура, бля... Ребята, мы должны им благодарны быть. Нет, не американцам, этим самолетам мы должны быть благодарны. Но не американцам. Садился мог просто на брюхо, вот оно все, плоское брюхо. Раз и сел. И все живые, бля... Ребята, это просто история. История, просто история. Такая история у меня... Вот мамка моя, ей сейчас 83 года. Батя 20 лет назад уже умер. Билане женились. Биланин, где-то... Ну, в 50-м году, по-моему. И батя со свадьбы просто мамку унесу. На таком самолетке. На север, волочанку. Если кто-то есть вот с волочанки, говорит, ребята, скажите, живая волочанка или нет. Где-то уже не было, но... Лет, наверное, 30, не было волочанки. Сейчас вот я нахожусь в Угарку. И... Просто, ребят, просто плески, просто плески, просто пробивают. Нет, я не родился в этом самолете, не подумайте. В хуйне не занимались. Но это, ребята, вот... Это история. Последний, наверное, самолет, который... Я мамке, конечно, фотографию покажу, она будет плагать. У нас конец, он летал, в том, что он летал. Летала. Это сейчас он на постамеде, а он раньше летал. Ребят, это наша история. Наша жизнь. Лит-2. Просто вот такой самолет. Поставь и просто пикнул. Лайк. Не здесь лайк, а лайк, ребят. И мы не пошли. Она это не зацелил. Я не раз lên. Давай и질로 проехал. Я не могу. Вот это немножко. Подпишу ею. Соняк, звук. Там я не доходил. Наш малень. Там я не могу. А я не могу. Я не могу. Я не могу. Продолжение следует... Продолжение следует...